Добрый день, дамы Даллен из Германии. Ставкой в бою Олеси Граф и Магдалины Даллен были чемпионские титулы сразу по двум версиям WIBF и GBU. WIBF это женское подразделение известной боксерской организации IBF. GBU это другая организация из курирующих мировой бокс. В области женского бокса она пользуется определенным весом. Полное ее название Global Boxing Union. Чемпионские пояса этих двух организаций и были на кону в бою Граф и Даллен в весовой категории до 52,2 килограмма. Ну а начнем мы нашу программу, как я уже сказал, с боя Геннадия Головкина и Малика Дзьяры. Первыми мы сегодня увидим Геннадия Головкина и Малика Дзьяру. Вот сейчас на ваших экранах Геннадий Головкин. В 2003 году он был чемпионом мира по любителям. В 2004 году в Афинах завоевал серебро, уступив в финале Кайдарбеку Кайдарбекову из России. Если будет возможность, я чуть-чуть попозже об этом бое расскажу и вообще об олимпийской карьере Головкина. Ну а пока у нас начинается бой. Первый раунд. Различать, я думаю, вам, боксеров, будет несложно. Очень высокий и с полным отсутствием волос. Это Дзьяра. Дзьяра действительно намного выше соперника. Где-то 184-185 у него рост. У Головкина примерно 178. Вообще-то они выступают в весовой категории до 72,6 кг, но на этот бой им было разрешено выйти с небольшим перевесом. Так бывает. Да это допускают правила, когда бой не титульный. Но незначительный перевес. Там Головкин на взвешивание показал 73 кг, Дзьяра 73,5 кг. Я вам так все вольготно рассказываю, потому что в ринге пока ничего не происходит. Очень осторожно начали бой соперники. Головкин выступает под эгидой. Вот сейчас хорошую комбинацию провел правый кросс в голову и левый по печени. Но не развил атаку. Да и Дзьяра, в общем-то, заблокировал. Удары. Итак, Головкин выступает под эгидой немецкой промоутерской фирмы «Универсум». Знаете, повторил сейчас эту комбинацию. Правый в голову, левый по печени. Головкин. Очень хорошо у него идут дела. 13 боев уже провел. Во всех одержал победу. И 10 из них закончил досрочно. У Дзьяры тоже неплохой послужной список. Хотя чуть скромнее. Но, с другой стороны, более длинная профессиональная карьера у него. Он одержал 29 побед. Из них 20 нокаутом. Проиграл 3 боя. В общем, вполне достойный. Достойный послужной список. Ну, а здесь пока на ринге все спокойно. Осторожно. Так присматриваются друг к другу. Странно, что Дзьяра как-то не пытается больше использовать свое преимущество в росте. Ну, наверное, виднее. Он не держит Головкина на джебе, на передней руке. Головкин, в общем, все время подходит на нужную ему дистанцию. Нет, это было по рукам. Ну что, прямо скажем, тихий первый раунд был. Я надеюсь, что дальше соперники разойдутся. На Головкина в команде «Универска» делают достаточно серьезную вставку. Он очень, я бы сказал, перспективный боксер. Давайте посмотрим повтор. Да-да, это был полновесный удар по печени. Вы видели так. Глаза так немножко. Самую капельку вылезли. Дзьяры. Дзьяры по печени. Что ясно показывало, что он дошел до цели. Так вот, Головкин очень здорово выступил на Олимпиаде. У него была плохая жеребьевка. В частности, в полуфинале он дрался с американцем Андре Дюреллом, который сейчас успешно выступает в профессионалах. Слишком успешно, я бы даже сказал, потому что последним его соперника был наш Виктор Аганов, которого он победил. Нокаутом. Нокаут, правда, был сомнительный, но победа, в общем, сомнений не вызывала. Там Лейфиев, так сказать, поторопился остановить встречу. Но Головкин вышел в финал, так вот, достаточно измотанным после тяжелого полуфинального боя. И уступил Гайдарбеку, Гайдарбекову, россиянину. Я не могу сказать уверенно, что, не будь у него такого тяжелого полуфинала, он бы не уступил. Гайдарбеков, мне кажется, на тот момент был посильнее. Однако, ни в коем случае не стоит умалять достоинства серебра, олимпийского серебра Головкина. А он тем временем так потихонечку наращивает обороты. Начинает теснить Диару. Вот сейчас такой коротенький боковой левый провел. Неприятный удар, потому что он четко в челюсть был. Слишком короткий, чтобы быть сильным, но тоже неплохо. Сейчас правый по корпусу. Там нет такой болевой точки, как под удар слева печень. Очень хорошо, сейчас пробил джеб в разрез. Но там справа тоже можно хорошо попасть по корпусу. Очень больно будет. Замечательно, замечательно. Справа, слева. Как видите, это был Натал. Там была хорошая атака. Начал с правым боковым, потом левым прямым. Что такое там? Смотрят рассечение, что ли, уже? И потом продолжил атаку Головкин. Ух ты, серьезное рассечение. Там присел так после ударов Дзьяра. Что, не могу сказать, может быть, даже канаты удержали. Если канаты удержали, то можно было открывать счет. Но в любом случае он был потрясен, что в сочетании с рассечением и с тем, что он, видите, как-то так... Да, 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 видите, он потрясен. Он не отошел и еще получил сейчас. И справа, и слева. Второй раунд получился куда... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нет, этот бой не пройдет всю дистанцию. Даже речи об этом быть не может. Коп-минь, коп-минь, коп-минь. Там все века рассечено. Но еще, если сечка имеет такую треугольную форму, то она еще и не затянется. Ну, никак. Если кто не знает, то именно из-за этой... По этой причине в свое время были всякими международными конвенциями запрещены треогранные штыки. Треогранная рана, она плохо очень затягивается. Да, 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 да. И мне кажется, что Диаро уже бой проиграл. И, в принципе, не надо было бы его пускать на следующий раунд. Вот. Слева удар. Справа. А да, видите, я все-таки был прав. Там удержали канаты. Сел бы. Сел бы Диаро, если бы не канаты. Но это... Ему же было хуже. Да, вот. Удар слева. Там справа. Причем там это был не джеб. Это был полноценный силовой удар. Вот этот слева. Потому что корпус, соответственно, развернул головки. Да, мне кажется, что все. Все, да, сняли перчатки. Бой закончен. Но у Диары не было никаких шансов в этом бою. Просто никаких. И не только из-за рассечения. Головкин даже, в общем-то, не особо напрягся. Первый раунд провел в разведке. Все увидел, что ему было нужно. Но он вот всегда такой и был. Я помню, я помню, Геннадия на любительском ринге. Такой спокойный, осмотрительный, очень смелый. В общем, полный комплект, что называется. Диаре, конечно, можно сказать, не повезло. Такое рассечение получить. Но не мог он победить в этом поединке. Итак, это чистая формальность. Итак, победил техническим нокаутом Геннадий Головкин.